Друзья, приветствую! Евгений из Мурманской области или Мурманска. Немножко тут недопонимание у меня возникло. Значит, прислал посылку с образцами масла. Так вот, я сейчас покажу. Газпром премиум C3 540 с двух автомобилей и масло G-Energy Synthetic Active 530 с третьего автомобиля. Вот описание, условия эксплуатации, вот G-Energy наклейка с маслом и описание. Значит, сами образцы. Видите, два свежих и три отработки. В данном видео будет проверка образцов Газпрома. Газпром премиум C3 540. Вот допуски. Газпром указывает по API SP самый высокий допуск C3 и Mercedes 229 31. Вот такая спектрограмма между двух самых максимальных пиков. Видите, такую ступенечку. Это эстеры 0,12. Такой же уровень был и примерно и у Synthetic прошлого премиума. Это значит примерно 2, может быть, 2 с небольшим процента эстеров. Так, противоизносная присадка чуть меньше, ну там около 70 процентов. Это C3, поэтому и меньше. Так, гликоль тоже я выравниваю в нули. Сажу, чтобы потом видеть изменения, если она насколько будет появляться. Ну и здесь вот я немножко накосячил с водой. Прошу прощения, я обновлял спектр с кюветой и не внес поправку на воду. Поэтому мне воду тут закинуло. Образец для болванки в минус загнал. Поэтому я сейчас так подправлю. И учитывая то, что здесь эстеры, странно почему-то в синтеке они не дали заброса, а здесь дали. И поэтому я добавил щелочное и чуть-чуть понизил кислотное. Ну, значит вот так. Так, это у нас BMW X5 40D, трехлитровый дизель N57, D30B 360 с чипом, EGR отключен, объем масляной системы 6,5 литров, пробег автомобиля 107 тысяч километров, пробег на масле 8500 и 160 моточасов. Ну и посмотрите результат. С противоизноской 92 процента, гликоли нет, сажа какая низенькая, 0,14 всего. Отлично, топливно работает. Ну и это опять же отключенный EGR дает такой результат. Ну и прекрасные показатели, несмотря на начальное низкое щелочное, значит 7,4, посмотрите 6,2 щелочное и 2,37 кислотное. То есть масло имеет еще большой запас по моющим, нейтрализующим свойствам. Ну все остальные параметры тоже в полном порядке. Тут даже придраться не к чему, отлично масло работает. Ну видите здесь 70 процентов трассы, я пересчитал там что-то среднее в районе 53 при этих показателях. Так, следующий образец у нас из BMW, такой же X5, только 30D. Другая вариация мотора, такой же мотор N55D, 30 только A, там был B, здесь A. Стоковая машина, экология на месте, 249 сил, ну и все показатели вот видите, да. Здесь 96 моточасов, сажи здесь 60, это городская эксплуатация, в 5 раз больше сажи. Подросло сильнее кислотное, 358 и сильнее упало щелочное, 4,8. В общем-то все остальные параметры также в норме. Гликоли нет, но здесь вот условия похуже. Ну и пробег конечно побольше на масле. Ориентировочно 260, вот с учетом скорости средней 25-30, я посчитал в прогнозе 27,5, но среднее между этими. Значит, примерно это будет там 200-260 часов здесь на этом масле. Здесь уже 80 процентов города и 20 процентов трассы, но тем не менее масло еще рабочее. Вот, ну и видно разницу, да, там минус экология и трассовый пробег, здесь у нас присутствует и экология, и городской пробег. Сейчас посмотрим в итоговой таблице, насколько пробеги на масле будут отличаться. Так, это вязкость, посмотрите, шикарно масло держит вязкость, то есть за 160 часов это первый, простите, да, не указал, это первый 40d. Посмотрите, есть минимальное загущение, но это как уже много раз, значит, вы наверное видели и я видел. Это после отключенного EGR немножко загущается масло. Уже обсуждали этот момент, тут тонкости настройки, но в данном случае я вижу, что все равно, ну, настройка отличная, прошивка грамотно сделана. И вот второй образец городской эксплуатации, это 30d. Посмотрите, сразу городская эксплуатация проявляется в разжижении, достаточно приличном. Ну, сколько здесь процентов? Наверное, 40 как минимум. Да, попадает тут топливо, конденсат, скорее всего. Да, не забывайте отмечать видео. Подписываться, кто не подписался, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Ну и вот такая оценка. Это первый образец 40d с трассовым пробегом. Смотрите, прогноз 24650 километров, 460 моточасов на этом масле. И образец из автомобиля 30d, x5 30d, это, ну, примерно 260 моточасов и преимущественно городская эксплуатация. Разница, видите, колоссальная. И по моточасам практически тут сколько у нас получается? 130 моточасов. Больше, чем, ну, треть примерно разницы. Хочу отметить, что, значит, вот на днях был синтек, многие сомневались в правдивости теста. Возможно, все, я не отрицаю. Возможно, какая-то погрешность, какая-то ошибка. Ну, по крайней мере, то, что я видел. Но обратите внимание, значит, в Туареге 8,2 литра объем масляной системы. Там синтек премиум. Здесь 6,5, то есть меньше изначально. Там полнозольное масло, причем с высоким, очень щелочным и низким кислотным. Здесь процентов на 50 меньше щелочное. Значит, даже чуть выше кислотное. Это второй пункт. Это С3. То масло было полнозольное, А3Б4. Вот и и вот эти условия, я считаю, и привели к такому результату по маслу синтек. Здесь, если был бы картер больше, если бы здесь залит был бы синтек, я думаю, что результат был бы совсем не хуже. То есть, по показателям, даже вот по процентному содержанию кислотного, тут было бы то же самое. Там 35 точно, ну, по прогнозу. Но повторю, не стоит катать вот такие интервалы, потому что в масле накапливаются частицы, значит, продукты износа. Очень деструктивный фактор. Это пыль дорожная, это кремний. Кремнию плевать, какой у вас мотор там, из какого металла он сделан. Он его будет по чуть-чуть повреждать. И фильтр масляный не удержит эти частицы, которые наносят максимальный вред. Это частицы от 2 до 10 микрон. Потому что масляный фильтр стандартный, фильтрует масло в районе 30-40 микрон. Все остальное свободно двигается вместе с маслом. Вот такой получился тест. Благодарю Евгения за предоставленные образцы, за поддержку канала. Все, кто посмотрел данные видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Увидимся в следующих видео. Пока!